Йоу Байвер на связи Кикс Контест, Лёха Матрас, Флай Уайт, сегодня на тестах Анта Клэй Томпсон 8, нет более мочи терпеть, летс го! Для того, чтобы надеть КТ-8, по крайней мере в первые разы, нужно обязательно полностью растенить шнуровку, чтобы нога смогла залезть внутрь. По размеру они сели идеально, игрокам с широкой стопой и высоким подъемом не стоит их опасаться. Единственная проблема, с которой таковые столкнутся, это от трудностей с надеванием и как первое время. Времени на привыкание к этим кроссовкам не требуется. Второе мое их применение, это было выступление на Слэм Данк Контесте, и я ни капли не пожалел, правда и не выиграл нифига, но кроссовки ни при чем. Корпус более-менее податливый, по бортикам идет слой набивки, ее немного, но достаточно для того, чтобы нога ощущала себя комфортно. Сразу расскажу про эти ушки, функционала они практически никакого не несут, ничего не фиксируют, в основном влияют чисто на стайл. Хочешь высокие кроссовки, держи, настроение поиграть низким, пожалуйста. Единственное, когда делаешь их низкими, то два отверстия под шнурки превращаются в одно, получается шнуровка становится на одно деление меньше и движение более раскованное, но в фиксации особо не убывает, о ней позже. В плане вентиляции КТ-8 меня сильно порадовали, я был в восторге, когда делал махи на разминке и прямо чувствовал весь этот свежий воздух, ласкающий мою стопу. Все дело в язычке, который отлично вентилируется и боковых отверстиях, пропускающих воздух. Важно отметить, на черной расцветке нет боковой вентиляции и вообще корпус из другого материала, но благо язычок также пропускает воздух и традиционно наглядно все показываем с помощью нашего вентиляционометра. Амортизация в КТ-8 Nitro Edge. Она состоит из мягенькой стельки и упругой пены. По заявлению компании, она сильно доработана в этом году и это реально чувствуется. Вот он, идеальный баланс мягкости и упругости. Кроссовки отлично справляются с гашением нагрузки, как в носке, так и в пятке. Плюс ты не тонешь в этой пене после приземления, как это было, например, в КТ-5. Здесь же Nitro Edge очень отзывчивый и не съедает твою энергию при отталкивании. В пятке, кстати, дополнительный, более упругий кусочек пены. Круто. Но, блин, чувство корта снижено. В носке слой был бы поменьше, тогда все 100 можно было бы поставить за амортизацию. А так, за чувство корта снижаем, ибо разыгрывающие уже не так кайфанут с них. Но, в целом, за идеальный баланс пены накидываем балл и получаем 90. Протектор КТ-8 выполнен в виде концентрических кругов, что отсылает нас снова к КТ-5. Но вот тут уже и сами линии тоньше, и кругов, соответственно, больше. И сами они выполнены из ICS-O. Все предвещает хорошую тракцию, и мне довелось поиграть на реально пыльном паркете. Что ж, аж шметки пыли были на подошве, и кроссовки цеплялись как могли. Но проблема в том, что у нас есть черная расцветка, и она не ICS-O. Тут уже на пыльном паркете начинались проблемы, но на всех остальных покрытиях цепляют хорошо. Тут выставим оценку по худшему показателю, то есть по черному. Что не отнять у кроссовок КТ, это детализация и использованные материалы. Это реально круто. Как продумано это ухо. Металлическая фурнитура для него. Переливающиеся логотипы на язычке. Текстурированный приятный материал в верхней части. Простроченный еще ромбиками. Основной корпус армированный синтетическими нитями. Куча пластин в подошве и еще множество мелких деталей. Концепция. Это типа корабль, рассекающий лед. Так на коробке нарисовано. Вот как должны выглядеть кроссовки суперзвезды NBA. Ценник конечно зверский. Отдел аналитики цен снова негодует. Здарова бандиты, мистер Кик на связи. Отдел аналитики цен Кикс Контест. Как всегда тут. Ближайший обзор у нас КТ-8. Модель Клея Томпсона. Топовая модель бренда Анта. И сегодня мы говорим о цене этих кроссовок в мире и России. Честно говоря, когда я первый раз услышал цену, которую установила российская Анта в 19.980 рублей. Ну честно говоря, несколько шоковое было такое, что происходит. Потому что мы уже видели сколько они стоят в США. 150 баксов. Мы видели сколько они стоят на поезоне. То есть в переводе на российские рубли это тысячи, ну там, семь с половиной, восемь. То есть даже с доставками это будет все укладываться всегда в 10 кэсов. И почему они стоят у нас ровно в два раза дороже? Это возникает серьезный вопрос. Возникает к тем, кто устанавливает цены в России. Сами принимайте решение, адекватно она или нет. Мы думаем, что нет. Потому что все-таки это супер завышенная цена даже для нашего рынка. Но, кстати, у нас в обзоре висит дисконт на 15% на КТ-8. Поэтому это серьезно может сократить стоимость 15%, ну почти на 3000 рублей. Соответственно, их можно брать тысяч за 16, там с копейкой. 16-900 получается где-то так. Вот. Это уже более-менее ближе к истине. Но все равно цена очень большая. Так что решать только вам. Вес составил 494 грамма. И, наконец-то, мы получаем хоть какие-то приемлемые цифры в КТ. А то последние модели сильно переваливали за 500 и перепрыгнуть в них тот же барьер или стартануть после кроссовера было ощутимо тяжелее, нежели здесь. Несмотря на то, что нога вроде бы хорошо зафиксирована, в носовой части она гуляет из стороны в сторону. Дело в том, что какие-либо портики или боковые фиксаторы не удерживают стопу в пределах кроссовка. А сам корпус с этим не справляется. В общем, не так, как, например, здесь или здесь. На черных корпус совершенно другого состава и он уплотнен по бокам. Так что тут такой проблемы нет. Но оценку будем выставлять по наихудшему показателю. Центральная часть зафиксирована отлично. От всех отверстий идут петли вглубь кроссовка, которые заставляют корпус обволакивать стопу при затягивании. Пяточный стакан плотный и пятка в нем сидит и не гуляет. Боковой аутриггер присутствует. Кроссовки устойчивые и не заваливаются на бок. Ну и длинная карбоновая пластина в совокупности с дополнительной поддерживающей пластиной в центральной части стабилизирует кроссовки от латерального скручивания и разного рода деформации. Однозначно это лучшие именные кроссовки Клея Томпсона за все время. Теперь это не просто сумасшедшая детализация и безопасность, но и доработанный функционал, который реально может раскрыть твой потенциал. Кроссовки больше всего подойдут вторым, третьим и четвертым номерам. Атлетичным балерам в кассу, данкерам самое то. Цены конечно кусаются, но у нас для вас есть промик на скидку 15%, что скинет цену практически на 3000 рублей и сделает предложение уже более актуально. Продолжение следует...